в которой мы в этот день все с верою и благовением прикасаемся, она обладает теми же свойствами, какими обладала река Иордан, когда в неё погрузилось причистое тело Господа нашего Иисуса Христа. Мы воспоминаем события, и мы получаем великую благодать от этой святой воды. Очень много свидетельств есть, и современных свидетельств, и в истории Церкви, что эта святая вода, она обладает целительными свойствами, она, как мы с вами слышим, молитву во время этого великого чина, она бесов отгоняет, всякие душевные и телесные недуги исцеляет, а также утешает, укрепляет человека, низводит на человека божественную благодать, которая всё подаёт человеку, в чём он в данный момент нуждается. Скажите, а как правильно её употреблять? Традиционно её употребляют утром, натощак, до принятия пищи с молитвой. Также, когда человека нет возможности прийти в церковь, причаститься, эту воду великого освящения, крещенскую воду, её принимают, её помазываются, и она не то, что заменяет святое причастие, она подаёт тоже божественную силу и большое утешение и укрепление, также отпущение грехов такое. А некоторые ей умываются, это правильно? Да, это правильно, конечно, потому что есть даже в молитве такие слова, как подашь, Господи, благодать твою всем с верой от неё пьющим, кропящимся и мажущимся. И также традиционно мы этой святой водой окропляем своё жилище, как бы призываем божественную благодать, чтобы всякую негативную энергию она изгнала из наших жилищ, и также, чтобы вот эта благодать она хранила и укрепляла. И очень часто люди даже чувствовали, что вот где святая вода, где мы её окропили, как-то по-особому, особое состояние, как бы по-другому дышится. А важное количество, которое употребляешь? Просто некоторые много её пьют, некоторые глоточек буквально. Ну, это чисто такое, наверное, я бы сказал, суеверие такое, которое не должно присутствовать среди христиан, что некоторые приходят, чуть ли не вёдрами её берут. На самом деле, как учат отцы церкви, капля святой воды способна целое море осветить. Поэтому можно взять маленькую бутылочку, а вот если, допустим, она заканчивается, то можно потом добавить обычную воду к остатку этой святой воды, и она таким же образом, равным образом осветится. То есть не обязательно приходить, отстаивать длинные очереди с огромными, там, пятилитровыми канистрами, там, вот я, мол, там, соседям возьму. Достаточно взять одну маленькую бутылочку, и с этой маленькой бутылочки можно вот по капельке разлить, вот, допустим, всем, кто придёт и попросит, соседям, там, родственникам. Спасибо. 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 Спасибо.